Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пик, Александр Шунин вместе с вами. Утро на Болткоме. И к нам присоединяется директор компании-разработчика программного обеспечения ZZDOTS, Aegis Jairis. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. По тону чувствуется, серьезный настрой будет, о серьезных вещах будем говорить. Ну и на самом деле. Тут, в общем-то, несложно обратить внимание. Растут цифры заболеваемости ковида, а именно ваша компания разработала портал, вот эту всю систему мановакций на ЛВ и цифровой сертификат. В связи с вот этими подозрениями на то, что осенью нас накроет новая волна ковидная, как обстоят дела с системой? Справится ли она на запись, на ревакцинацию и на прочие вещи? Обновляется ли она периодически? Да, и на счет этого, я думаю, однозначно справится. То, что показало первый этап работы этой системы, что была большая нагрузка, были большие очереди, как мы знаем, и система справлялась. Ну, по прогнозам, я думаю, вот такая большая нагрузка не будет на систему, но система однозначно все время пополняется, поддерживается, она в рабочем состоянии. И в это время есть пользователи, которые идут на вакцинацию, подписываются на вакцинацию, так что она работает и полностью готова, если будет следующая нагрузка на систему. Какие-то дополнительные уровни защиты тем же самым сертификатом требуются, не требуются? Сам сертификат разработан, он теперь не так много, как мы знаем, используется, потому что его здесь спрашивают, но сам сертификат был сделан по требованиям Евросоюза, по директиве, и он полностью соответствует всем требованиям и по секьюрити, и по нагрузке, так что и система по сертификату тоже полностью готова работать. Она работает все время. Есть пример другой системы, на которую всегда жалуются и, в общем-то, обоснованно жалуются. Это веселый, ибо дорогая и постоянно плохо работающая. В принципе, сейчас создается новое, насколько известно. Что должно произойти, чтобы вот это новое ездоровье заработало без прежних проблем? Ну, как мы знаем, в IT в области все развивается, и технологии, и знания, и Латвия более готова сделать сама системы на лучшей основе. Самая большая проблема в том, что старая система, она сделана как большая монолитная система. Если есть какие-то трудности или ошибки в какой-то области системы, тогда есть проблемы во всей большой системе. Когда мы делали уже и вакцинации, и сертификат, мы делали эти системы как отдельные модули, которые берут данные из старой системы ВСЛИБ. И если что-то с одной системой случается, то это не влияет на другие области системы. Так что если делать новую систему, ее надо делать более модулярную. Если проблемы в одной области, то были работы или другие области. А если говорить о работе с самоуправлениями, здесь как развивается оказание электронных услуг? Есть ли какие-то дальнейшие планы развивать в этом направлении? Да, самоуправление — это наша область. Уже давно работаем с самоуправлениями. То, что показало, в прошлом году нам была, как мы знаем, реформа. Менялись самоуправления. От 118 самоуправлений стало 42. Они стали больше. Объединились там даже 7-8 самоуправлений. Было где что-то делилось. Нам было много работы, чтобы переделать это все. Но теперь они стали больше. Они стали крупнее. И мы можем думать о развитии систем электронных услуг. Я думаю, что это будет самый большой приоритет для самоуправления. В следующем, не знаю, периоде. Потому что самоуправлений стали больше. И надо обслуживать жителей. И, как мы знаем, в связи с этим ковидом, мы научились больше пользоваться интернетом. Удаленной работой. И больше можно жителям предлагать электронные услуги. Так что развитие, по моему мнению, развитие электронных услуг теперь наберет больше оборотов. С нами Эджус Жейрис, директор компании-разработчика программного обеспечения ZZDATS. Вы говорите о развитии систем электронных услуг на примере самоуправлений. 1 октября в Латвии парламентские выборы. И возникает вопрос, когда мы доживем до введения системы электронного голосования именно на выборах? Ну, не только парламентских, но и самоуправленческих тоже. Ну, это сложный вопрос. Технически это можно сделать. Технически это есть решение. Но даже там ученые об этом дискотируют. Это правильно, неправильно. Потому что это связано с большими рисками для секьюрити. И, ну, по моему мнению, это можно сделать. И не так сложно. Главное, нам надо хотеть это сделать. Но то, что теперь хорошо, то, что с этой отдельной работой у многих появляется больше и больше электронной подписи. Мы можем больше и больше идентифицировать электронные среди жителей. Так что есть все показатели, и чтобы такую систему сделать и латвить. А насколько вообще зарубежный опыт используется? Вот мы смотрим, изучаем зарубежный опыт. Как обстоят дела за границей в наших ближайших соседях, Эстонии, Литвы? Ну, и вот с этим, и, например, с оказанием услуг для самоуправления и с ездоровьем. Ну, в технической области мы видим, что знания IT, IT, весь вообще IT рынок и знания человеков в всем мире, так сказать, выровняется. Все знания, в принципе, есть, я бы сказал, в очень высоком уровне. Но самая главная проблема выровнять, и, может быть, не надо выровнять процесс, потому что это зависит от процессов, которые есть в государстве и от законов. Это главное, куда двигается Латвия, как мы принимаем законы, и куда мы пойдем, какая будет политика. Так что тут больше вопрос не технический, но политический. А что касается международного опыта, в связи с войной на рынке, скажем так, в латвийском IT, появилось ли больше работников этой сферы из Украины и России? Да, ну, с работниками, это самая большая теперь проблема, но задача найти побольше работников. Если связи с войной, ну, я могу сказать, не появляется, потому что у нас с Украины, это если парни, то они не могут даже, как мы знаем, выехать, и у них другие заботы. Но, в принципе, с Россией тоже не появляются. Но, как я говорил, выровняется этот рынок. Есть работники, можно работать по удаленке с другими сторонами, но они тоже очень заняты. Заняты с другими работами, и повсюду очень много проектов. То, что единственное с работниками, что мы делаем, это работаем с университетами, с новыми студентами. И уже с первых курсов берем на пракс и работаем, чтобы им было и дипломные работы, и чтобы они закончили университет. И посылаем на курсы, и так мы получаем, в принципе, новых специалистов. Так и работают, в принципе, все фирмы Латвии. А, в принципе, можно ли говорить о неком дефиците кадров в нашей стране, в IT-сфере? Ну, я думаю, да. Дефицит кадров, как мы чувствуем, в принципе, не только в IT-сфере, но в IT-сфере особенно это чувствуется. Но это не только Латвии. Это, в принципе, во всем мире, потому что IT-сфера очень быстро развивается. И хороших кадров надо всегда. А не получается ли так, что молодежь сейчас активно уезжает за границу, ищет, в общем-то, места получше, повыгоднее какие-то контракты, и что вот этот отток молодежи может серьезно повлиять на IT-сферу? Ну, трудно так сказать. По моему мнению, в IT-сфере это не проблема, потому что наши зарплаты и проекты, и решения конкурируют со всем миром. Не только с Европой. И с Америкой, и Азией, и так далее, и так далее. И эти зарплаты в IT-сфере выровняются во всем мире. И юноша не уезжает в IT-сфере. У нас даже есть примеры, когда мы возвращаем обратно в Латвию, из других стран юноши, которые обучаются в IT-сферу. Есть даже такие, которые работали, может быть, в другой сфере, в транспортной сфере или как. Можно их возвратить, они обучаются. У них они обучаются как тестирование, или системоанализис, или даже программирование. Так что в нашей сфере нельзя сказать, что юноша выезжает и ищет получше работу. Может быть, связано с другими какими-то выездами, или семья переезжает, или что-то другое. И тогда, может быть, какие-то юноши уезжают. Но в нашей сфере это не так много наблюдается. Вы упомянули, что отправляются на учебу в другие страны, потом возвращаются работать у нас, потому что зарплаты в IT-сфере конкурентоспособны с другими странами. А конкурирует ли уровень знаний, который предлагает какой-нибудь латвийский вуз? Система образования, в принципе, латвийская, она конкурентоспособна, что касается IT? Да, по моему мнению, однозначно. Наши университеты в очень хорошем уровне конкурируют. Они сотрудничествуют и с другими странами. Конечно, есть специализации, которые могут быть лучше в Англии, Германии, Америке. Но, в принципе, наши университеты в очень хорошем уровне во всем мире. А скажите, какой самый оптимальный возраст специалиста? Потому что мы понимаем, что быстро устаревают знания, и, в принципе, уже люди, скажем, могут быть в возрасте, не поспевать за последними событиями? Или кто более продвинутый, молодежь или взрослые кадры в этой области? Ну да, в принципе, наша фирма тоже, как мы говорим, немножко стареет. Нам средний возраст, если сначала там был 25 лет, 30 лет, по-моему, теперь немножко больше, средний возраст больше 33 лет. Но, в принципе, ну да, как я, по-моему, уже упомянул, в нашей сфере все время надо учиться. Если ты постарше и у тебя есть, что ты хочешь учиться, 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 каждый день что-то надо читать, узнавать новое в интернете. У нас очень много доступной информации. Но есть юноши, у них, конечно, другой подход, и это очень хорошо, если мы берем на работу юноши, самые юные, у нас теперь в праксе работает 11 класс на лето, три месяца пришел, и уже программирует. В принципе, ну, первый курс юноши идет, но это 19-20 лет. И у них другой подход, и который работник постарше может учиться, с этим подходом, они и с другой стороны. Юноша может учиться у тех, у которых большой опыт работы. Так что у нас есть с одного конца пенсиональный возраст, с другого конца у юноши, 17-18 лет, который начинает уже пракс нашей компании. Ну и получается такой успешный симбиоз, и стар, и млад. Передают астафету. Друг другу опыт, знания и навыки. Да. Что же, интересная сложилась беседа у нас с Эджусом Жерисом, директором компании-разработчика программного обеспечения ZZDATS. Огромное спасибо. И всего доброго, хорошего дня. Всего доброго. Спасибо вам. Да, у нас пауза, после которой новости, после которой мы возвращаемся в эфир с интересными новостями со всего мира, и, конечно же, конкурсом обещанным. Да, обещанный конкурс с холодным чаем Ахмат, так что не переключайтесь, будьте наготовы отправить СМС-ки. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтко.